Всем привет, с вами Анна Наумова и вы на канале Продкаст, где мы обсуждаем продукт менеджмент, карьеру в IT и релокацию в США. И сегодня у меня в гостях клинический психолог и семейный психотерапевт Юлия Юферова. И если вы не смотрели предыдущее видео, где мы с Юлией обсуждаем психологию иммиграции, обязательно посмотрите. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. И немножко спойлера, в том видео мы обсуждаем все стадии, которые проходят иммигрант, когда переезжает в другую страну. Обязательно посмотрите. И сегодня мы с Юлей будем обсуждать, что мешает нам развиваться в карьере и что на самом деле помогает нам развиваться в карьере. Мы обсудим блоки и как их решать. Привет, Юля, очень рада тебя видеть второй раз в моей домашней студии. Для тех, кто еще тебя не видел, не знает, расскажи о себе. Ань, рада, рада приглашению. Второй раз у нас сегодня, да, вторая серия, но совершенно новая тема. Если коротко обо мне, ну, ты уже сказала, я клинический психолог, системный семейный психотерапевт в профессии. Я довольно давно и очень люблю ее. И люблю настолько, что США признала меня экстраординарным профессионалом. И да, теперь я здесь с грин-картой. Кстати, да, поздравляю, поздравляю. В прошлый раз, когда мы общались с Юлей, Юлия планировала получать визу EB1. Даже это грин-карта, да, есть виза талантов, а есть грин-карты для одаренных талантливых людей. И вот теперь она полноценный резидент Соединенных Штатов, Юлия. Очень поздравляю. Спасибо. Очень круто. Итак, переходя к нашей сегодняшней теме, наверное, многие из вас и не один раз сталкивались с таким вопросом. Все вроде нормально, я работаю, но куда двигаться дальше? Вот что мне делать? Вроде, например, хочется переехать в США, но кому я там нужен? Вроде хочется запустить какой-то проект, но я не уверен, что смогу. Или вроде хочется устроиться в Google, но как, да, в Google, да, вот это Google, да, а я здесь, а Google там. Вот расскажи, пожалуйста, почему так происходит? Ну, ты описала сейчас такой феномен неуверенности, да, иногда это называют синдромом самозванца, ну, там, да, такой комплекс факторов. Почему так происходит? Ну, вообще нормально сомневаться, нормально. Это признак того, что человек критично оценивает реальность вокруг себя, самого себя, да, как-то соотносит, и, ну, да, дальше, исходя из этого, двигается. Другое дело, что... То есть, как бы, если я действительно испытываю эти эмоции, вот эту вот неуверенность, это нормально, это не значит, что со мной что-то не так. Нет, это не значит, что с тобой что-то не так, это сто процентов. Проблема начинается там, когда вот этой тревоги становится гораздо больше, чем интереса, чем азарта, чем такого, да, ну, позитивного возбуждения. Вот там начинается проблема, и если она, да, закрепляется, становится хронической, то тогда человек, конечно, парализуется и перестаёт двигаться к тому, что ему хочется. А как узнать, что вот это действительно начинается проблема? То есть, есть ли какой-то уровень такой, ниже который уже опускаться нельзя, или какие-то признаки этого уровня? Да, когда всё, я застрял. Я застрял и не двигаюсь, я настолько загнал себя этими сомнениями, что не делаю шага вперёд, я не пробую. Я настолько боюсь ошибиться или получить отказ, что я просто замираю. И тогда, конечно, если в этом замирании проходят, да, недели, месяцы, а дальше уже годы, то тогда можно говорить о том, что это такая уже затяжная форма, может быть, даже депрессии. Вот это надо проверять, да. Как проверять? Я как клиницист сразу говорю, да, давайте отметь, будем отметать самое сложное и то, что требует лечения. Как понять, что это депрессия? Лучше всего, конечно, сходить к врачу, но если вот тогда какой-то экспресс-метод, депрессивный эпизод, он всегда сопровождается такой триадой. Первое – это моторная заторможенность, то есть просто не хочется и не может двигаться, да, то есть раньше вы были более активным, сейчас эта активность упала. Это продолжительное время, больше двух недель апатия, то есть, да, очень сниженное настроение, сниженная энергия, мысли тоже, да, они такие заторможенные, то есть это вот физическая заторможенность, идиаторное и сниженное настроение. Это вот три такие первые и основные признаки депрессии. Вот если мы это отмели... Да, давайте думать о том, что депрессии у нас нет, но есть просто некая такая неуверенность в том, что я смогу. Да, если мы это отмели, ну, тогда это уже, да, такой более легкий психологический характер проблемы, которую имеет смысл решать либо в терапии, в индивидуальной, либо в групповой терапии, либо своими силами, но лучше всего комплексный подход, когда вы своими силами интересуетесь, да, что происходит со мной, откуда это, с чем это связано, когда я чувствую себя неуверенным сильнее, сильнее, когда меньше, да, что влияет на мою неуверенность. И вот собирая вот этот комплексный подход, да, что я и там в групповую терапию, например, обращаюсь, и читаю какие-то книги, материалы, смотрю по этой теме, срабатывает, да, динамика, и вообще мы можем ожидать улучшения. Ну, по крайней мере, так обычно бывает. Потому что если мы что-то делаем с проблемой, да, то она начинает меняться. Если она не меняется, то тогда вопрос к методам и к правильной постановке, да, проблемы. А вот ты уже такой назвала термин «синдром самозванца». Вот я правильно понимаю, что это, ну, такой один из блокеров, который мешает нам все-таки двигаться дальше в карьере, да? Да, да, но это один из. Да, давай, может быть, перечислим вообще, какие бывают блокеры, а потом разберем каждый из них и вообще, в принципе, расскажем, что такое каждый из блокеров. Давай, согласна. Но, знаешь, мне хочется чуть назад вернуться и описать такую тему, которая часто ускользает от нас, и она напрямую связана со своим ощущением удовлетворенности от работы – это burning out, выгорание, да, потому что иногда это является, даже не иногда, часто становится причиной вот этого уязвленного состояния, когда я сам в себя не верю, я не двигаюсь к желанным целям, да, я стагнируюсь, как-то вот застреваю в том, чего мне хочется дальше. Да, я думаю, давай, давай об этом поговорим, мне кажется, это очень классная тема, потому что не планировала и выгорание обсудить, но тема, мне кажется, действительно очень важная, ответственность связана, да. Может быть, ты тогда расскажешь, как понять, что я выгораю? Давай сначала распределим, да, выгорание по природе происхождения, есть два типа. Вот, ну, условно, грубо мы давайте так разделим, да. Первый тип – это так называемый экзогенный, когда произошло что-то, какие-то внешние события, на которые я отреагировал, да, своим выгоранием, реакцией выгорания. Ну, например, события 24 февраля, да, можно назвать, да? Да, конечно, то есть, да, это резко изменившийся фон жизни. А сокращение, увольнение. Вот что сейчас происходит в США, когда увольняют просто тысячи людей с компанией, да? Да. То есть, какое-то событие, которое надломило мою стабильность, моё стабильное самоощущение, да, мою идентичность. Это может быть идентичность профессионала, это может быть идентичность гражданина, это может быть идентичность партнёра, да, жены или мужа, да, романтического партнёра, это может быть идентичность родителя. То есть произошло что-то, после чего я перестал сам себе верить и на себя опираться. Получается, это не обязательно связано с работой, это может что-то произойти в жизни. Да-да-да, но если с работой, то, конечно, я начну в себе сомневаться как в профессионале. А если это связано с отношениями, например, измена, это тоже может надломить эту идентичность, что я окей, со мной все в порядке. И человек начинает сомневаться в себе. То есть получается, что, допустим, если мне изменили, это опять же таки может повлиять на мою карьеру, да? Ну, конечно, мы же единая система. Если в одном звене какая-то поломка происходит, это влияет на глобальное мое состояние. Но если мне изменили, а в профессии все нормально, то, в принципе, высока вероятность, что я продолжу так же нормально работать. Ну, это типа сбалансирование, да? Да-да-да. Другое дело, если все одновременно, да, и сократили, и отношения. И война. И родительство, и война, да. Тогда сложно. Это что-то, в общем, что разделило мою жизнь, да, ну, разорвало хронотоп на до и после. Это, кстати, может быть, если с профессией, опять же, связанная, это какая-то травля на работе, или какая-то ситуация травматичная, да, что-то там по моей линии произошло. Ну, типа не справился, да, с проектом. Да-да-да. Иногда это может быть связано совершенно с независимыми от меня причинами. Ну, какой-то несчастный случай. Опять же, с профессией связанной, с работой. Это тоже очень сильно может, да, поднамить. И здесь, в общем-то, когда есть единичная какая-то ситуация, с этим психологически проще работать. Здесь классно справляются методы, например, такие как EMDR. Это десенсивилизация посредством движения глаз, посредством биоутеральной стимуляции. Это подход к техтерапии, он новый и классно показывающий свою эффективность в исследованиях. То есть это если произошла какая-то травматичная ситуация, единичная, можно с ней сразу пойти, и за несколько сеансов, то есть здесь ненужные годы. Серьезно? Да, хорошо. Это есть единичная ситуация. Единичная, да, то есть вот какой-то единичный шок, стресс. Еще раз повтори, как называется. Е-М-Ди-А-Р. Е-М-Ди-А-Р. Всем туда. Четыре буквы. Да. Оставлю в описании. Вот так бывает, да. Но когда чаще всего мы говорим о таком уязвленном состоянии именно в плане самооценки, то здесь может быть истощенность, связанная со вторым фактором, который я так назову нарциссический. Мы привыкли думать, говоря о нарциссах, что это люди, которые не имеют стыда и совести, да, которые эксплуатируют и строят отношения, любые, от карьерных до личных, только в своих интересах. В самом деле таких людей 4-5% в популяции. А кто это на самом деле? Да, это выгорающие, да, а вот нарциссы, нарциссы, да. А я отношу, да, к этой группе нарциссического выгорания, это скорее людей с нарциссической травмой. И вот здесь, ну, никто не мерил, но здесь совершенно другой процент, да. Ну, особенно в связи с культуральными особенностями, глобализацией, да, вот этой американской мечтой, которая проникла во всю европейскую культуру и даже в восточную проникает. Вот это очень влияет на вот эту вот истощенность нарциссическую дальше. Сейчас я поясню. Да, 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 очень пока, да. Вот что же все-таки они делают, почему вот эти люди все-таки встречаются? Почему, почему, да, я оказываюсь в ситуации стагнации, да, когда сам в себя не верю. Это вот тот самый случай, когда тревоги гораздо больше, чем реального интереса к делу. То есть, например, я постоянно хожу с такой вот мысленной жвачкой. Я очень много нахожусь в голове, в рефлексии, это имеет даже свое название, это руминации. Когда я постоянно прокручиваю какие-то ситуации, но только в голове. Я могу точно так же думать о том, что мне нужно подать, да, заявку на, ну, свое резюме отправить. Или его вообще написать, или его откорректировать. И я могу с этим ходить неделями, вот, да, это будет висеть надо мной, я буду это обмусоливать, размышлять об этом. Но вот эта энергия, да, потенциальная, если она не переходит в кинетическую, да, то есть когда я не перехожу к реальным действиям, для мозга это все равно, сделали вы или не сделали. Вы поработали и устали, и не получили никакого вознаграждения за это, вы не получили никакого отклика, результата. То есть в голове ты поработал, но ты на самом деле по факту не поработал, ты в голове это все прокрутил, ничего не сделал, не получил никакого фидбэка, да, положительного реакции. Положительного или отрицательного, хоть какого-то, да. И в итоге, да, ты потратил эту энергию на самом деле, но никакого выхлопа не увидел. И первый раз ничего, но если это повторяющаяся история с разными ситуациями в жизни, это в итоге приводит к тому, что происходит порочный круг. Я очень много сильно затрачиваю мысленно, прокручиваю разные сценарии, что-то где-то, даже могу узнавать что-то, созваниваться с кем-то, но в итоге не перехожу к реальным действиям. Порочный круг в том, что я делал, 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 не увидел результата, снова, да, проявил усилия и снова никакого результата не получил. И смотрю, уже глобально прошел там месяц-два, я на том же месте, меня это еще сильнее осаживает, и в результате я уже отказываюсь от любых, все больше отказываюсь от реальных действий, и все больше погружаюсь в ощущение бесполезности, никчемности, неуверенности и так далее. Это вот... Слушай, интересно, потому что я всегда думала, что выгорают именно те, кто много что-то делает, вот такие, знаешь, дестигаторы, которые говорят, я что-то сделал, мне мало, я что-то сделал, мне мало, я что-то сделал, мне мало, какие-то перфекционисты, которые нужно все идеально сделать. Ты прям вот то, что дальше хотела, что я хотела сказать, ты сейчас это... А то, получается, выгорают те, кто ничего не делает. Смотри, вот то, что мы сейчас дальше с тобой перечислим, это все как бы входит вот в этот комплекс, то есть не обязательно человек, который вот сидит вот в этих руминациях, у него нет других проявлений вот этого вот нарциссического выгорания. История про обесценивание, когда я действительно много вкладывался и получил какие-то назад результаты, но они даже хорошие, они как будто бы недолговечные, они размываются очень быстро временем, то есть я их не присваиваю себе, я не говорю, что да, это я, это я молодец, хотя мне, кстати, может сказать весь коллектив, там, я не знаю, все мои родственники, что ты супер, ты класс, внутри оно может не задержаться. И я буду все равно оставаться вот с этим глубинным ощущением, что все-таки я недостаточно хорош, я недостаточно еще достиг. Перфекционист, да? Да, да, оно, конечно, сочетается с высокими требованиями к себе. И знаешь, тут как со специями. Если этого добавить чуть-чуть, может получиться прекрасное блюдо. Это, правда, может работать на тебя. Но есть какая-то, да, грань, после которой это не перестает давать тебе ветра в паруса, а это тебя парализует. То есть вот это постоянное, завышенное ожидание от самого себя, оно в итоге забирает очень много энергии и дальше себя не двигает. Всего хорошо в меру. Понятно. Да, мой пиканты – это не то, что нужно, когда ты не мексиканец, да? Да. Ну, хорошо, давай подумаем, как, точнее, я подумаю, а ты мне расскажешь, да? Как все-таки это решить? Допустим, если я отношусь к группе тех, кто только думает, тревожится, но не делает, и тех, кто делает… Много много, овергумен. Да, да, слишком много много делает. Что? Какие советы есть, чтобы как-то снизить эту тревожность? Ну, всегда срабатывают в итоге две вещи. Первое – это осмысление, да, такое вот со стороны, что со мной происходит, что сам я с собой, с собой устраиваю в своей жизни, какие отношения я сам с собой здесь строю. То есть нужно осознать, да, вот этот процесс, да? Да, это, конечно, дело такое продолжительное. То есть, да, это как бусы собираются, вот эти инсайты. Но самое главное, да, действительно, уметь занимать вот эту позицию наблюдения за собой, что происходит безоценочного, даже такого, доброжелательного. Мне кажется, что здесь все равно нужна какая-то поддержка, потому что вот я представляю такого достигатора, который все делает, 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 и ему все мало-мало-мало. Скорее всего, он думает, что у него все нормально, что с ним все окей, да, что у него нет никаких проблем, что он работает. Ну, тем более, да, перфекционизм, он же в целом так социально одобряем. Да, да, и вот как вот здесь решить, как мне как человеку, достигатору, которого вроде как все устраивает, но я дико устала и выгорела, мне нет вообще интереса ни к чему все-таки понять вот самому, или же лучше привлекать кого-то со стороны, там, терапевта или друзей, я не знаю, кого-нибудь. Ну, да, это как раз второе, о чем я говорю, важное, да. Первое – это осмысление, а второе – это новый опыт. И вот новый опыт имеется в виду отношений. Будут это отношения, да, с какими-то доверенными, близкими людьми, да, с кем ты чувствуешь себя безопасной, и где тебе не надо что-то, что-то из себя специальное там, да, делать, стараться, изображать. Либо, конечно, это вот отношения с терапевтом, или есть ли это терапевтическая группа постоянная. Там вообще прекрасно это разворачивается, ну, разворачивается, я имею в виду, исцеляется, исцеляется эта история. А вот расскажи про терапевтические группы. Я ни разу не ходила, я ходила к терапевту, личные сессии у нас были. А вот терапевтические группы, как это всё происходит? Ну, это группа, которая регулярно собирается, там, на 8-10 человек. С одинаковым проблемой? Закрытый состав участников. А может даже, кстати, темой не быть заданной. Смысл в том, что очень быстро в динамике группы начинает развиваться процесс с каждым участником, тот, который развивается у него в жизни. То есть группа становится такой микромоделью его поведения, его реакций, его сценариев, какую роль он занимает, какими способами он выстраивает отношения с людьми, какие проекции на кого навешивает в режиме группы. Это как лаборатория, это всё становится таким вот прозрачным. То есть если я по жизни достигатор, я буду выполнять все домашние задания идеально, и везде будет такой самый первый, да? Ну, да, это тоже, пожалуй, да. Если я вот отношусь к типу вот этому тревожному, который ему солит свои идеи, как жевачка, он ничего не делает, я буду опять же таки ничего не делать, да, и тревожиться, и беспокоиться по этому поводу. Или если я, например, зависима от оценки внешней, от конкретной, да, я ищу восхищение, мне оно важно, я буду таким образом выстраивать отношения с участниками, буду искать этого восхищения, что-то такое делать, что-то из себя изображать. Другие как-то будут реагировать, ну, то есть это будет очень живой процесс, который можно будет останавливать и рассматривать по духу. И так, что сейчас произошло? То есть есть какой-то модератор, да, у этой группы? Да-да-да, ведущей группы. Иногда один, иногда двое. Это психолог, как правило, конечно, потому что это требует, ну, такая сложная профессиональная деятельность. Ага, и который будет подсказывать тебе, вот, конкретно, какому-то человеку, да, вот... Да, что-то он будет стимулировать какие-то процессы, да, какие-то, а наоборот, останавливать, которые будут, на его взгляд, да, непродуктивными. Угу. Слушай, интересно. Люди в группе учатся иначе строить отношения с собой и с другими. Приобретают более объёмное видение самого себя, своих всяких манипуляций. Я поняла. Так что это классная вещь, которая работает. Так же, как и индивидуальная терапия, да, там, это немножко другое, да, но это по-прежнему, по-прежнему средство номер один. Да, долгое, да, дорогое, но... Вообще, кстати, ты знаешь, с нарциссическим типом выгорания люди часто ищут волшебных таблеток и чудес, чтобы вот что-то вот с одного раза что-то прочитал, что-то увидел, на какой-то вебинар сходил, и ожидания такие, что сейчас это действительно будет какая-то вот пилюля, которую, да, я проглочу, и всё после этого, знаешь, как вот, у спальши, вы изменится. Но, к сожалению, так не работает. Этот клубок, да, вот эта сеть внутри нас, которая действует, она складывалась десятилетиями. То есть это долгие-долгие-долгие процессы, да? И, как правило, конечно, это всегда детский опыт, да, это вот то, что в фундаменте заложено, из этого фундамента оно будет тянуть. Что касается, опять же, нарциссического типа выгорания, то это всегда определенный детский опыт, ну, то есть опыт в семье, где у тебя могло быть очень много заботы, ну, от родителей. Это не значит, что там, да, ты был какой-то запрошенный ребёнок. Но если было мало искреннего интереса в тебе как в личности, то, скорее всего, это будет вот формировать такое в будущем, да, нарциссическое вот это выгорание. То есть когда ты становишься нарциссической жертвой. Мне не очень нравится это слово, но, да, везде в литературе мы так это используем. То есть когда ты, родитель от тебя больше ожидает чего-то конкретного, да, он на тебя возложил, это, конечно, явно вот так, но он возложил на тебя, там, переложил свои проекции, он что-то от тебя ждёт. Он, да, отправляет тебя в какие-то там кружки, занятия, потому что, как правило, он об это тоже замеряется, насколько он хороший родитель, достаточно ли он хорошо справляется. И тогда вот эта история про то, а почему у Машеньки 5, а у тебя 4, да, вот эти сравнения, они, конечно, и из тревоги родительской за то, кем ты будешь в будущем, каким ты вырастешь, и из тревоги за себя, насколько я хороший, не позорь меня, не позорь нашу семью. И тогда ребёнок становится, ну, как бы, грубо, ну, инструментом, объектом, который либо повышает родительскую тревогу, либо снижает. И вот надо сделать так, чтобы он её снижал, чтобы я не волновалась за твоё будущее, чтобы я не волновалась за себя. То есть, как бы, потом ребёнок вырастает, ну, не таким достигатором, да? Это всё переезжает. Вот прям вот эти отношения детские, они переезжают внутрь и формируют, ну, вот такой вот голос психики. Да, и если мы говорим о достигаторах, то это такой диктаторский голос внутренний. Такой родитель злой сидит, да? Да, вот он, кстати, может быть гораздо хуже реального, который был. Но схема повторяется, этого недостаточно, можно ещё больше, а то, что здесь хорошо, ну, так это, само собой, так и должно было быть. И в итоге, в итоге человек бежит, бежит, бежит каждый раз быстрее, чтобы, да, не оставаться на месте или не откатываться назад. Но в какой-то момент силы-то кончаются, и возникает вопрос, так, что происходит, что я делаю так, почему, да, я всё, как в анекдоте, я пью-пью, а мне всё хуже и хуже. То есть, правильно я понимаю, что вот у первого типа, который ты описала, нарцетического, у него сидит некий такой родитель, который, наверное, ругал за недостаточные какие-то результаты, поэтому он боится что-то делать. Он, кстати, мог не ругать, он мог начинать игнорировать. Есть семьи же, в которых вообще нет скандалов. То есть ты его что-то сделал и ничего, да? Кто-то бы говорит, какая хорошая семья, вот никогда ни голос не повышает. Да, а всё, он что-то сделал не так, и всё, между нами лёд. Я поняла, да? Наказывают тебя молчанием. И поэтому вот у человека вот этого типа, у него есть некая такая тревога что-то сделать, потому что его либо накажут, либо будут игнорировать, да, что-то вот плохое случится. Поэтому он боится предпринимать какие-то действия, прокрастинирует, ничего не делает. Да, саботирует процесс. Да, и в итоге как бы истощается и выгорает, да? А вот второй тип, да, вот этот достигатор, который там родитель говорил, вот ты почему-то не как Маша или не как Петя, да, вот он лучше, лучше, вот, а почему четвёрка, а не пятёрка, да? И вот человек пытается вот сидеть в нём внутренний вот этот родитель или хуже, который кнутом подгоняет его, что недостаточно хорошо. И опять же таки человек истощается и в итоге выгорает. Да, потому что его не заряжают собственные же успехи. Иногда он может говорить, это вообще повезло. Это счастливый случай, что всё так сложилось. Ой, как много таких случаев, я знаю. Да, да. Это печально очень, потому что получается, что ты всё время отдаёшь, отдаёшь вот в эту, как в чёрную дыру, да, ожидая, что вот-вот и тебя это как-то насытие. Успокоит, успокоит, ты наконец-то в какой-то момент ляжешь, выдох и скажешь, всё, всё, я справился, я молодец, я окей, мне больше ничего не надо делать, я уже окей, всё со мной в порядке, меня можно любить. Но эта стратегия не приводит к вот этому ощущению. Ну или приводит на очень короткое время, да, какой-то успех произошёл, что-то там победил, заработал. Пару недель, это ещё хорошо, пару недель, походил, понаслаждался, а потом опять такой, всё-таки, червь я или бог? Всё-таки я гений или я ничтожество? И вот начинается опять это вот, надо что-то больше, надо что-то новое. И вот ключевое, надо, не хочу, не интересно, не азарт, а вот это вот ноющее такое внутри, вот этот вот зуд, который тебя толкает. Слушай, ну переходя всё-таки к каким-то блокерам в работе, вот как вот это вот выгорание влияет на мою успешность или неуспешность в карьере? Ну, если я на нулях, да, энергии мало, то, конечно, я могу, да, просто как это в режиме сбережения энергии, да, вот оставаться на выполнении каких-то задач. Рутинных таких базовых, да, 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 то есть здесь получается, вот когда я, допустим, я достигатор, я постоянно что-то делаю, 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 по идее я должна, ну, как бы развиваться в своей карьере, расти, то есть как это меня тормозит, то есть у меня недостаточно как креативность уже срабатывает, потому что у меня всё идёт уже на автопилоте, вот это вот какие-то рутинные задачи или что-то ещё там происходит? Смотри, если я делаю, 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 у меня всё получается, и я получаю от этого удовольствие, не будет, ну, проблемы нет, проблемы нет, даже если я угораю. Он может физически уставать, ну, или просто перенасыщаться этой темой и хотеть в отпуск, не знаю, на две недели уехал, на месяц, переключился, всё, убрал вообще работу, и к концу отпуска, если он чувствует такое... Скучно! Так, сейчас уже вот я вернусь, вернусь к работе, уже хочется, уже идеи какие-то начинают идти, супер, человек на своём месте и классно настроил свою жизнь, он работает не на то, чтобы вот эту дыру наполнить, а просто потому что ему интересно, ему нравится его коллектив, ему нравятся те деньги, которые он зарабатывает, у него есть новые идеи и желания что-то, да, дальше продвинуть, реализовать, вот всё это работает тогда в балансе. Просто он работает много, да? Ну, да, есть те, как фанаты своего дела, ну, вот правда. Я могу про себя сказать, что я даже в отпуске, мне нормально читать что-то по работе. Вообще не напрягает, мне нравится. В то же время я могу какую-то художественную литературу почитать. И вот этот вот баланс, он у меня сохраняется. Но при этом я знаю, что бывают периоды, когда мне хочется просто убрать тему работы, да, просто отключиться и вот из этой, да, идентичности вот этот халатик снять, повесить его и там на две недели уехать в отпуск и ничего из этого, да, не брать. И это не будет означать, что это выгорание. Просто вот, просто хочется, да, переключиться, очиститься и снова с новыми силами потом вернуться. Это нормально. Да, хорошо, это мы разобрали благополучный сценарий, да. Если мы берём всё-таки я выгораю и я не могу двигаться дальше на работе по каким-то причинам. Что за блоки, да? Да. Что за блоки там стоят. Да, да. Ну, давай мы тут перечислим, но мы имеем в виду, да, что они формируются вот этими... вещами, которые мы с тобой обсудили, да, вот, либо это какая-то травма была, какой-то сильный стресс, либо это стиль, вообще стиль устройства своей жизни, где ты пытаешься, да, напитать себя вот эту вот, да, вот эту вот, ну, некую дыру закрыть, она никак не закрывается или закрывается, но ненадолго. Там, да, это будет выглядеть в виде, там, страх ошибок, страх перемен, синдром самозванца, да, когда все сейчас... Ну, я живу с ощущением, что все сейчас догадаются, что на самом деле я не профессионал, мне повезло, и скоро об этом все узнают. Ну, или я сам как-то спалюсь. Мне кажется, вот синдром самозванца, это вот сейчас очень какой-то популярный термин, я его очень часто слышу среди людей, либо вот действительно вот эти вот отголоски я слышу, потому что я общаюсь с людьми по карьере, ко мне приходят люди, говорят, Аня, допустим, я хочу найти работу продуктом в США, я говорю, расскажи о себе, и в ответ я слышу, ну, я особо ничего не добился, ничего не сделал, да, а потом, когда копаешь немножко внутрь, ты понимаешь, что... Расчехляешь, да, ты понимаешь, что человек, боже мой, да, я уже там где-то дель-деко вот позади стою, знаешь, насколько много у человека достижений, и вот мы очень много обсуждали вообще резюме, и то, что в резюме надо писать достижения, и написать достижения в резюме, это вот одна из самых больших проблем написания резюме, вот мне кажется, это вот самый большой блокер для резюме, люди не могут написать список своих достижений, потому что они не могут его даже идентифицировать. Да-да-да, то есть это автоматически списывается на что-то незначительное, да, или на что-то, что до этого не до конца, да это было уж не так и здорово, но там были какие-то, да, я бы поправки в него сейчас бы по-другому это сделала, как будто внутри стоит такой фильтр, да, который гасит всю яркость твоего опыта, ну да, оно вот так вот просто как радио, звук выключает у этого, и ты такой смотришь, да все блеклое какое-то, нечего из этого и выделить. Ну вот это очень, конечно... Давай, давай, мы на самом деле синдром самозванца и вот достижения прорабатывали с точки зрения такой практической, у нас было отдельное видео с Андреем Микитяком, который рассказывал, как все-таки найти достижения для своего резюме, и он там несколько советов давал, таких очень практических, например, идите в LinkedIn, найдите человека с похожим профилем, или скопипасте, да, вот посмотрите, что они о себе пишут, вот это такое практическое, давай подумаем, как эту проблему решить с точки зрения психологии. Ну смотри, если я буду ждать от себя, да, каких-то, какого-то состояния, когда я, наконец, поверю в то, что это все значимо и ценно, то, что я достиг, то, скорее всего, я останусь там же, где я и сяду этого ждать. Работает опыт, то есть вначале через преодоление стеснения, стыда, идя вместе с этим ощущением, что это неправда, но я делаю так, как мне говорят карьерные эксперты, которые послушали меня, которые увидели меня со стороны и сказали, тебе написать надо это, это, это. Вот тут я просто, да, доверяю и осознаю, да, что, ну, наверное, это неправда, но, да, зажмурившись, хорошо сделаю, как мне говорят, спец. То есть надо найти человека, который со стороны посмотрит на твои достижения и скажет, слушай, Аня, ну, ты не такой, как бы, лох, да, на самом деле, у тебя, вот смотри, ты сделала это, 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 как бы, вот, доверься мне, напиши это в свое резюме и, в общем, это будет правдой, да? Да, да, вот, во-первых, окружение, то есть ты находишь специалисты или нескольких, да, карьерных экспертов, которые тебе могут в этом помочь, плюс это всегда как бальзам для нас действует, если есть какой-то близкий круг людей, друзей, не обязательно, чтобы их было много, это может быть один человек, который, ну, видит тебя такого, как есть и с доброжелательностью, любовью, принятием к тебе относится. Ну, то есть, да, где есть отношения, в которых тебе, как я уже сказала, не нужно подпрыгивать, не нужно что-то изображать, чего-то добиваться, тебя уже принимают. Вот, да, вот когда есть такие отношения, это всегда такое, да, ну, подзаряжает, оно как-то вот, да, вот это раздражение, да, оно так, знаешь, как бальзамчиком прям покрывает. И мы с тобой говорили о позиции наблюдателя, да, вот она здесь очень пригодится. Когда со стороны я смотрю и понимаю, что, боже, как мне стыдно сказать, написать эти достижения, мне кажется, что я кого-то обманываю, но тут перепроверять надо. Так это реально было? Ты просто это обесцениваешь, да, или ты считаешь, что это незначимо? Хорошо, пиши тогда незначимые вещи. Называй их незначимыми вещами, но мы это напишем, потому что нам порекомендовали. И да, вместе с этим стыдом, осознавая его, я продолжаю двигаться дальше, понимая, что у меня есть проблема, у меня есть самозванство. Я это про себя знаю. Я знаю, что у меня есть очень сильный голос критики внутри меня. Я знаю, что мышцы поддержки, самоподдержки у меня слабо развиты, а вот голос критик очень сильно развит. И вот это вот все держа в уме, да, все больше про себя понимая, это становится большой опорой в том, чтобы сквозь вот эту лесную чащу, да, самозванство, стыда, неуверенности проходить. Она со временем, если двигаться вот таким способом, лес начинает редеть. Да, вот если вот в этой метафоре. Я сначала продираюсь, мне ветки по лицу хлещут, я пытаюсь как-то прорубать себе эту дорогу, сначала тяжело, потом легче, легче, легче. Наступает момент, когда я выхожу уже на солнечную полянку, смотрю и думаю, там ты в общем-то, да, достаточно хороший я специалист. Вот здесь это тоже очень важно, если мы говорим, да, о нарциссической травме. У нарциссизма есть крайности. Я либо гений, либо ничтожество. Вот исцеление наступает тогда, когда я могу посередине оставаться. Я не надеваю, не пытаюсь на себя надеть все короны мира, да, и сказать, что я самый лучший специалист. Потому что, ну, конечно, наверное, есть кто-то лучше, кто-то дольше тебя в этом деле. Но при этом я себя и не уничтожаю, не говорю, что если я не лучший, тогда я никто. Когда я могу сказать, что достаточно хорошо, я вот в этом хорош, вот в этом и вот в этом. Вот здесь бы мне, наверное, подтянуть, здесь у меня слепая зона, а про это я вообще ничего не знаю. То есть правильно я понимаю, что с одной стороны, вот этому человеку нужен какой-то коуч или друг, или психолог, не знаю, кто-то. Ну, доверенные, доверенные, безопасные отношения. Да, кто-то, кто все-таки ему скажет, что да, ты молодец, да, с другой стороны, я сама должна идти через этот стыд и вот продираться, верить тем людям, которые мне говорят, что я хороший человек, да, и что я много всего достиг. И вот как бы идти, и фактически это получается, что это такое перепрограммирование мозга. То есть начинать верить, что я достиг, да, верить в свои достижения. А даже не верить, присваивать. Присваивать, потому что когда я говорю, да, мы говорим слово верить, это значит, что ну да, это может быть, нет, может быть, да. А присваивать, когда присваивать, означает, что это было, это было там достаточно хорошо, я там себя за это благодарю, я себя за это ценю, мне вот столько это стоило, да, усилий, времени, умений, и да, это я, это было, это мое, я справился, или справился хорошо, да, но не идеально, ведь здесь это ловушка, человек с такой характерологией личности, он стремится вот к максимуму, да, вот у него везде максимы стоят, то есть, да, на 100%, идеально, и перепрограммирование, когда ты сказала, да, такая трансформация внутренней организации, она, в общем-то, и заключается в том, что я вот эти пики, я их так немножко подшлифовываю, да, что я могу говорить, да, вот это вот прям классно, а это достаточно хорошо, ну, а вот здесь можно, да, как-то вот, да, еще доработать, то есть, когда я реально смотрю на вещи не с черной, с абсолютной картины, и не с белой, а у меня появляются разные полутона, и я могу выдерживать свою неидеальность. Слушай, суперинтересно, вот мы уже разобрали выгорание, мы уже разобрали синдром самозванца, ты упомянула такую вещь, как страх перемен. Страх перемен, спасибо. Свои много страхов, да, там страх перемен, да. Страх перемен, но он же близок, в общем-то, и к страху ошибок. Да, страх ошибки и страх перемен, да, давай, давай обсудим, вот расскажи, пожалуйста, что это такое? Когда я боюсь выходить за пределы своего знакомого, своего привычного, потому что у меня есть опасения, что я с этим новым не справлюсь. То есть, например, вот люди, которые сейчас эмигрируют, я уезжаю из России, да, потому что там плохо, я хочу изменить свою жизнь, но я боюсь, потому что непонятно, что будет в другой стране. Да, и не беспочвенно, потому что, правда, эмиграция это отправление, ну, если не в абсолютную, то в очень большую неопределенность. Да, или говорить про, вот, опять же-таки, карьеру, я боюсь сменить компанию, сменить работу. Друг будет хуже. А вдруг, да, непонятно, что там, да, вдруг я, я не знаю, ну, то есть, да, уже или я не справлюсь, да, вот это вот страх ошибки, да, получается. Да, вот эти сценарии витают в моей голове, я пытаюсь, как бы, заглянуть наперед и перестраховаться, уберечь себя, да, и в целом, в общем-то, это очень хорошая вещь. Благодаря способности моделировать будущее, и в том числе моделировать негативные сценарии, мы как вид человечества, мы выжили и развились, да, до такой степени, какая есть сегодня. Потому что просматривая, да, как бы вероятные сценарии, мы можем к ним подготовиться. Другое дело, что опять, как специи. Если этого чуть-чуть, и я реально, да, просмотрев негативные сценарии, вероятные, которые я могу допустить, я как-то себе, да, простроил, что хорошо, если так, тогда я буду делать это, а если вот это, тогда это, а если самый худший сценарий, тогда что я буду делать? Ну, тогда вот, ну, вот у меня есть такие-такие-такие варианты. Все, человек себе это определил и начал действовать. Ага. А если он определил, сидит снова, да, снова раскрутил, опять сидит, ну, то, о чем мы говорили, руминации, по кругу прокручивает и ничего не делает, в том числе для того, чтобы как-то действительно перестраховаться, у него все больше будет возрастать, все будет, вот это ощущение неуверенности, неуверенности и некомпетентности своей жизненной, что я, он действительно будет видеть, что я не справляюсь, вот я хочу переехать, например, и не переезжаю, сижу только, да, листаю там, не знаю, какие-то материалы, форумы, с кем-то созваниваюсь, но реально ничего не делаю, что он будет видеть? Он столько усилий потратил и не сдвинулось ничего с мертвой точки, он только усиливает, убеждается здесь в том, что он действительно, значит, некомпетентен, какую-то ошибку делает. То есть, если говорить, например, опять же-таки про рост карьеры, я хочу, я не знаю, более сложный проект или я хочу какую-то другую должность, да, попроситься, к примеру, вот пример, да, я хочу у начальника попросить повышение должности, да, чтобы развиваться, но я сижу и, ну, первое, я боюсь, наверное, то, что меня начальник откажет, да, это очень страшно, второе, я боюсь, что если меня все-таки назначат, я с этим не справлюсь. То есть, чтобы это решить, правильно я понимаю, что нужно прописать все возможные сценарии. Да, свои страхи прописать, это идеальный инструмент, вам нужен контейнер, куда вы сгрузите вот эти все свои ночные кошмары, реально на них посмотрите, докрутите, да, до конечной точки, ну, хорошо, что самое страшное, что самое страшное, а еще что может быть этого страшнее, да, и в этом смысле, да, это такой вот подход самурая, умереть заранее, ну, вот прокрути, вот если, да, хорошо, умри заранее, и дальше ты можешь пойти и уже реально делать и посмотреть, а как в реальности, вот это мои фантазии были, а в реальности как-то будет. Ну да, то есть, получается, наверное, самый страшный исход событий, что мне начальник откажет, что мне просто откажет, да, вот, я не знаю, вот, ну, ладно, да, и человек говорит, засмеет, да, я в депрессию, да, 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 хорошо, уйдешь в депрессию, сколько будешь в депрессии, да, месяц буду, ну, хорошо, месяц пройдет, дальше, что через месяц будешь делать, ну, не знаю, начну с уборки квартиры, а после, а после, ну, наверное, вернусь там к своим делам, на работу вернусь, а потом что, ну, а потом, может, мне даже чего-нибудь захочется, на другую, может, работу пойду устроюсь, ну, то есть... Ну, это вот сейчас ты приводишь примеры, когда, допустим, страх увольнения, да, а если, на самом деле, брать страх, попросить у начальника повышения зарплаты или повышения по должности, по факту ничего ужасного уже не случится, ну, вот, ну что, самое ужасное, что тебя откажут, да? Ну, там же еще страхи про то, что после этого они будут ко мне, вот, относиться иначе, будут придираться или вообще, так, а кто это у нас там, чего он попросил повышения, ну, типа, выпендривался, да, что там он, а как он вообще работает, и вообще уволим его, нафиг. А, да, наверное, кстати, да, мне кажется, я до этого даже не дошла, что, может быть, и такой страх, да, я просто со своей колокольной смотрю, вот мой страх по поводу попросить повышения, это то, что мне просто откажут, да, ну, вот, наверное, у кого-то еще другой страх есть, да, что его действительно уволят, да, и то есть надо брать самый большой страх, его прорабатывать. Вот, к примеру, хорошо, я попрошу повышение зарплаты, а меня вообще уволят, нафиг, да? Ну, как бы сюрная, на самом деле, для меня ситуация, мне кажется, ну, допустим, да, вот самая страшная ситуация, меня уволят, да, что я могу сделать? Я могу там отдохнуть, да, круто, давно в отпуске не была, выгорела. Пересмотреть вообще, пересмотреть. Да, нужна ли мне вообще такая работа, и, не знаю, найти лучшую работу, и там заняться проектом. Да, 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 то есть как бы проработать какие-то варианты, которые на самом деле, ну, не такие уж и ужасные. Да, и вот здесь мы подходим к такому моменту, что любой страх, об этом еще говорил Фрейд, да, что любой страх в себе содержит зерно желания. Что это значит? Ну, это значит, что если я чего-то очень сильно боюсь, да, проверь, а может быть в этом есть что-то для тебя привлекательное, но запретное, в чем ты сам себе не можешь признаться. Ну, такой пример. То есть, что я хочу, да? Про отношения, да, самое простое. Я очень боюсь там, что мне изменят. Окей, а давай рассмотрим немножко с другой стороны. Ты боишься, что тебе изменят, а как тебе вообще твои отношения, все ли тебя в них устраивает, ты сама чего-то или сам, чего ты хочешь-то, ну вот, а если правда расстанетесь, то что... И у человека могут глаза загореться, что на самом деле там у него может зреет желание самого расстаться, но ты же понимаешь, что это всегда сопряжено с чувством вины самому, да, инициативу такую проявить и остановить отношения. В страхе, да. Да, быть плохим, ну, в общем, и тогда начинается... Страх перемен опять, да, как так я буду одна, да, а не с кем? И тут, понимаешь, оно как дым начинает вот так стелиться, если у него нет прямого выхода, то есть, когда я честно могу сказать, слушай, вообще, да, ну, вот цены отношения, но я себе представляю, что у меня могла бы быть еще другая хорошая жизнь, вот не с этим человеком. Вот честно себе так представить, да, и вот этот вот дым выпустить напрямую, а не ждать, когда он начнет вот это вот, да, какими-то страхами стелиться. Слушай, прикольно. Ну, то есть, это все то же самое можно и на карьеру переложить, если у меня что-то вот там на работе, да, я боюсь подойти к начальнику. Я боюсь, что меня уволят, а сами вы как? А может быть, уже назрело желание в другой компании? Может быть, это не ваша компания, в принципе, вообще, да. Да, то есть, это, знаешь, как это же со злостью связано, да, вот этот страх, он тоже может быть таким блокирующим злость, что я могу злиться на начальника, я могу злиться на коллег за то, что какие-то мои потребности на этом месте не удовлетворяются, какие-то мои амбиции не удовлетворяются. Любая потребность, которая фрустрируется, она вызывает злость у нас, вот в естественном ключе, но из-за того, что злость табуируется часто, да, и, в принципе, в процессе воспитания так у нас происходит, да, ее пытаются как-то подавить, а на самом деле ей надо берега предавать, а не давить. Из-за этого вот потом начинается, психика начинает искать дырочку, через что бы войти, да, вот этому импульсу настоящему, честному. Или вулкан, взрыв вулкана, да, это вот моя ситуация, когда я копить, 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 а потом, а-а-а, и все, снесу всех, разнесу, уволюсь нафиг сама, пошли вы, да, там, и так далее. Да, 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 когда вот напрямую, когда еще легкое недовольство, да, напрямую сложно его высказать, а вот когда уже, да, сейчас либо скажу, либо взорвусь, либо убью вас тут всех, как будто бы у меня появляется больше права, легитимности, что ли, да, вот когда я уже киплю. Слушай, супер. Так, и у нас остается синдром выученной беспомощности. Расскажи, что это такое. Это, я думаю, все слышали этот эксперимент с собачками, в общем, у собачек, у которых был неудачный опыт в клетке, где их били током, они не могли выйти, да, из этой клетки. А в воспроизведении такой же ситуации, но с открытой дверью клетки, ученые наблюдали такой феномен, что собаки сворачивались клубком, и скулили, и ждали, когда просто удары током прекратятся. Потому что у них был предыдущий опыт, где была закрыта дверь. На засов. Ну да, и тогда перекладывая. Да, 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 да. Ну и мы перекладываем это на людей. У нас такая же история, что если мы где-то потерпели однократно или, ну, чаще неоднократно, неуспех, то с большей долей вероятности мы не будем прикладывать усилий для того, чтобы эту ситуацию, которая нас не устраивает, исправить для себя. Ну, то есть, пытался, пытался попросить там повышения. Мне отказали, да. Мне не раз отказали, не раз или даже один раз. Ну, тут, кстати, сразу понимаешь, это же нам надо опять возвращаться в детство. Где-то была, скорее всего, похожая история, где человек, человека не слышали, человека, ребенка, личность не слышали, что он хочет. Да, и не объясняли, почему этого нельзя или для него не полезно, то, что он хочет. И в итоге просто это становится автоматической такой внутренней схемой. Я перестаю слышать вообще, что меня не устраивает, чего я хочу. Я становлюсь таким анестезированным к своему дискомфорту. То есть, и даже не обязательно, допустим, если взять, опять же-таки, нашу любимую ситуацию с повышением, не обязательно, что этот конкретный начальник, да, тебе отказал. То есть, может быть, тебе отказали 10 лет назад в другой компании, но у тебя остался вот этот негативный опыт, который ты как бы экстраполируешь на другие любые ситуации, что все откажут теперь тебе, да? Или ты видел в своем коллективе, как один пошел, попросил, а вон то, что потом с ним стало. Это, да, так называемая свидетельская травма, когда я вижу, как было плохо человеку после того, как он сделал то, чего хочу сделать я. У меня вот тоже приходит идея, допустим, с запуском стартапов. Люди говорят, а что мне вот это запускать? Вот Вася запустил недавно, все провалилось, у него ничего не получилось. Вообще эта идея не работает, вообще ничего у тебя не получится. Вообще 99% стартапов терпят неудачи, и смысл вообще париться, да? Получается, как бы, вот оно, да? Ну да, да, это вот искать историю успеха или смотреть на историю неуспеха. Это, знаешь, это становится таким вот воздухом, которым ты дышишь, пока ты, ну вот, загорелась ты своей идеей. Важно себе среду правильную создать, да, чтобы тебя заряжала, подпитывала, вдохновляла, да, обстановка, а не гасила. Ну да, но здесь оно должно быть, наверное, какой-то баланс, да? Баланс, конечно, потому что в космос тоже улетать в своих мечтах, что сейчас я запущу бизнес и сразу, он за миллиарды потом продам. Можно так себя разогнать в этом, так в этом убедиться, если реальность будет отличаться от того, что ты себе придумал, это снова, да, тебя очень сильно отбросит. То есть оставлять место живому процессу в жизни, да, он явно будет интереснее, чем ты себе представлял. Ну да. Ну так обычно бывает. Ну как бы все равно, да, пробовать. Как бороться или как решать эту проблему? Что мне делать, если я, вот у меня такой синдром? Бороться вообще не очень хорошее слово. Да, я тоже поняла, поэтому... Ну потому что... Перефразировала. Смысл такой, что почему бороться не хорошее слово, потому что все, с чем мы начинаем бороться внутри себя, мы на самом деле это усиливаем, подкрепляем. То есть чем сильнее мы хотим перестать думать о белой обезьяне, да, тем больше мы будем не сидеть думать, да. Поэтому здесь мы уже этого с тобой касались. Отходим в сторону и смотрим, да, сверху, сбоку, что происходит со мной, что, что, как это. Оформляем слова, свою проблему, да, с чем связана проблема. Да, это вот такой уже, да, запрос к психологу, если вы пойдете с этим к психологу или на группу. Если вы решите, что, в общем-то, можно справиться со своими силами, то тогда здесь, ну вот, один вектор. Наблюдать за собой и сформировать так же усиленно мышцу самоподдержки, да, как уже сформирован голос критики и сомнений внутри тебя. Да, то есть это такой акт разделения. Вот если я слышу, да, это же очень незаметно происходит, иногда даже не в словах, а в образах, которые мы ловим. Когда мы, например, думаем, так, а не запустить ли вот этот вот проект, или а не пойти ли и не попросить повышения. У нас же сразу всплывают вот эти вот, да, но, но, или что может плохого случиться. Не гнать это, но на это смотреть, слушать, как на, ну, некую часть внутри себя, не всего себя, а некая часть. Кому-то помогает, например, представлять себе, да, такой совет директоров. Вот представить себя, что я сижу, да, во главе стола, есть вот критик, который у меня тут сидит и зарубает всё. Можно прямо его себе представить как персонаж, да, который вот обесценивает, критикует. У него всё только самое худшее его впереди ждёт. Ну, не его, меня, да, слушай же мой критик. Окей, вот он сидит. Скорее всего, ещё есть какое-то внутреннее проявление, которое бы вы посадили за этот стол. Не знаю, например, какой-нибудь саботажник, да, или лентяй, который всё понимает, всё видит, но выбирает смотреть сериалы дальше, лежать ничего не делать. Вот его тоже, да, ленивцы этого саботажника тоже сажаем. И надо какого-нибудь адвоката посадить, да, какую-нибудь поддержку себе, ну, то есть, может быть, это образ будет какого-то там доброго друга, я не знаю, бабушки, которая была очень тёплой в детстве, да, у всех свой опыт. То есть, вот, и мы посадили, и даём каждому высказаться. Даём каждому высказаться, это значит, что мы не зарубаем человека, не говорим, так, вот это вот не неси чушь, давай выходи отсюда, а у каждого должно быть место, да, каждому голосу должно быть место. И тогда смягчается вот эта внутри борьба, то есть, если мы не пытаемся от чего-то избавиться, а слушаем, и даже, может, к чему-нибудь прислушиваемся. Потому что, да, в негативных сценариях тоже, может быть, здравое зерно. Ну, а как дальше с негативными сценариями, со страхами, мы это уже проговорили. Да, то есть, мы, я, по крайней мере, мы, мы, Анна Наумова, да, используем эту методологию в брейнштормах, когда мы делаем мозговые штурмы, надо, есть идея, и надо на неё посмотреть со всех сторон, да, поэтому там есть там чёрная шляпа, которая критикует, да, зелёная, жёлтая шляпа. И ты, как бы, шляпой одеваешь и смотришь на вот эту вот идею под разными углами, там, здесь покритикуешь, здесь ты её, там, разовьёшь, здесь ты её похвалишь и так далее, да, вот, собираешь разные вот эти вот мнения, и получается такая целостная картина. Да. Не только критика, да, не только похвала, а вот разные-разные опции. А ещё чаще всего можно назвать стол ребёнка своего, да, внутреннего ребёнка, вот, да, это тот, который такой счастливый, обычно это часть такая, да, счастливый, спонтанный ребёнок, который фонтанирует идеями, там, хочет играть. Он, на самом деле, очень важную миссию-то выполняет внутри нас, поэтому его тоже очень важно посадить. И ещё, почему хороша эта техника, потому что ты же в центре, и ты, как бы, да, на другом, на более, там, да, выделенном большом стуле сидишь. И ты в этот момент, ну, как бы, возвращаешься в свой центр, да, вот, в своё селф такое, где ты понимаешь, что есть разные-разные субличности, части тебя, но вместе с этим, вот, да, такой трезвый, ясный взгляд, он-то твой. Да. Да. Это опора большая. Слушай, супер. Ну, я думаю, мы закончили, наверное, с частью такой блокеров, давай немножко обсудим всё-таки мотиваторы, что нас драйвит, да, к развитию карьеры, что нам помогает развиваться. Ну, это наличие хорошей картинки будущего, ну, то есть, когда мы можем себе представить, да, вот это вот хорошее, к чему я иду, да, какой результат. Это какое-то вот именно видение или всё-таки вот какая-то конкретная цель? Это может быть и цель, это может быть глобальное видео, ну, для чего мне менять работу, например, или для чего мне переезжать. Вот насколько может быть хороша моя жизнь, если я осуществлю это изменение, кроме негативных сценариев, ещё себе и позитивные, то есть, к чему я хочу прийти, да, ради чего. И эта картинка, конечно, должна нравиться, она должна вдохновлять, чтобы мы двигались дальше. Ну, это один момент. Второй момент – это интерес к делу, мы говорим здесь больше, да, про карьеру и профессию. Это самый лучший драйвер, когда интересно, когда азартно, когда, может, да, там, кого-то конкуренция драйвит, вот обогнать, обойти. Это тоже очень хорошая вещь, да, ну, как со специями, опять же, да, не переборщить туда, да, классно соревноваться, если на кону не жизнь стоит, да. А часто же мы можем воспринимать любое соревнование, как всё это, если они выкрутают конец жизни. Нет, это, ну, всё равно оставлять внутри себя отношения как к игре, к тому, что я делаю, да, что это всё-таки меня скорее для улучшения жизни, а не для того, чтобы её ухудшить. Это абсолютно точно согласна, да, что, наверное, ничего не нужно, в принципе, делаясь, да, или в какой-то минимальной, там, 10% твоих задач, которые тебе не нравятся, да, вот, надо получать удовольствие от любой деятельности, даже, я не знаю, от какой-то банальной домашней рутины, помыть полы, да, или что-то такое, да, если оно можно… Прекрасное переключение внимания. Да, да. Хорошо, я, наверное, хочу всё-таки немножко тему целей закрыть, потому что у нас в продакт-менеджменте есть понимание, вот, видение это что-то такое, такое очень труднодостижимое. Это вот, я не знаю, хочу стать компанией номер один в мире, да, или я хочу стать миллионером, да, вот, ну, вот, что-то такое, вот, то, что действительно должно быть очень мотивирующее, но, с другой стороны, не очень легко достижимое, да, и есть цель, которая должна быть, как бы, реалистична, да, вот, мы называем там, я не знаю, вот, через год я куплю себе машину, да, в кредит, да, вот, она реалистичная цель, да, а мое видение, это вот, я не знаю, запустить ракету, да, через месяц, где 10 лет, да, да, поработать с целым маском, когда мне будет 60, да, то есть, вот, для того, чтобы двигаться в карьере, травиться и достигать каких-то результатов, всё-таки нужна вот именно вот такая, какой-то сложно достижимая цель или более реалистичная? Ну, я всё-таки склонна рекомендовать второй вариант, да, ставить более реалистичную цель, но, опять же, друзья, смотрите по себе, потому что есть товарищи, которым хорошо поставить себе что-то очень труднодостижимое, и тогда они вот на это включаются, но по опыту большая часть людей, поставив себе какую-то нереалистичную цель, но очень желаемую, они, наоборот, демотивируются, да, парализируются, да, непонятно, что делать. Да, потому что если я хочу за этот год увеличить свой доход 85 раз, я, да, вот помню, что я себе это написал, я вот к этому возвращаюсь периодически и думаю, боже, что ж мне надо сделать-то такого, чтобы к концу года прийти к этой цели. И она становится настолько далёкой и недостижимой, что я, желая или не желая, буду её откладывать, буду про неё забывать, в общем, как-то чем-то себя отвлекать, только чтобы не сталкиваться вот с этим дискомфортом огромного разрыва между я реальный и я идеальный, да, или моя реальная жизнь и моя идеальная жизнь. Вот чем больше эта пропасть, тем тяжелее для многих, поэтому лучше, да, делать маленькие шажки, вот опять же, это же опять нарциссическую тему, смотрите, я же сказала, да, о том, что есть вот этой крайности, я либо гений, либо ничтожество, либо всё, либо ничего. Вот когда мы исцеляемся и начинаем довольствоваться серединой, да, тогда мы и цели ставим уже совсем другие, более реалистичные, на которые мы будем работать с интересом, с удовольствием, выдерживая рутину, потому что рутина есть везде, в любом деле есть что-то, что нам вообще никакого удовольствия не приносит, и это тоже хорошо уметь выдерживать, как фрустрацию, если мы вот в эту серединку попали, мы эту фрустрацию будем гораздо легче выдерживать. То есть получается, для того, чтобы развиваться в карьере, нам первое, нужно ставить себе более-менее реалистичные цели, второе, это получать кайф от своей работы, ну и я бы, наверное, от себя добавила, это поддержка, это умение либо самому себя, всё-таки хвалить, мне кажется, это самое важное, да, давать себе какую-то обратную связь положительную, что вот, Аня, ты молодец, ты это сделала. Ну, либо, если вам очень повезло, то принимать положительный фидбэк от коллег, партнёров, друзей, от кого-то ещё, мне кажется, это тоже очень-очень стимулирует. Но, конечно, не всегда можно найти какой-то положительный фидбэк от своего босса, да, то есть, по крайней мере, я не знаю, в моей карьере это случается, ну, достаточно редко. То есть, конечно, потому что в боссы приходят достигаторы, и они выстраивают отношения с своими подчинёнными, в общем-то, подобные тем, что они сами с собой выстраивают. Да, да. Поэтому здесь, ну, это, да, нормально, и очень важно иметь вот эту вот внутри опору, да, где я могу, хорошо, но если не похвалить себя, то хотя бы, ну, как-то посострадать, поутешать. Ну, вот, да, ну, вот, там, не знаю, не получилось. Тяжело переживать неуспехи, тяжелее гораздо, чем успехи, да, как, что, в чём, что бы мне сейчас поддержало, что бы мне сейчас помогло, да, вот это умение организовать себе помощь, это тоже очень-очень важный навык. Это прям реально очень важно научиться вот себя как бы поддерживать, да, и хвалить, и каждый день при этом делать, потому что, да, босс, он тебя похвалит раз в полгода, дай бог, да, вот будет какой-то эволюэйшн, полугодовой, да, оценка персонала, ты такая, ого, а вообще, Аня, ты такая молодец, ты всё, там, куча всё сделала, да, но полгода это будет просто тишина, и ты такой сидишь, ты такой, а, блин, всё что-то не то сделала, да, знаешь. Ну, ты знаешь, про похвалу, это да, это классно, многие, я думаю, слушающие нас могут сказать, девчонки, классно это звучит, конечно, в теории, вообще супер, а как в реальности-то это сделать? Ну, вот в реальности я могу здесь дать рекомендацию про похвалу тоже, что и про вот этот, да, маятник. Хорошо, если сложно себе искренне, искренне за что-то похвалить, да, что-то присвоить, сказать, я молодец, начните с того, чтобы замечать какие-то вещи в себе, да, даже там, не знаю, в своей внешности, в том, что вы делаете, что вам, ну, симпатично, вам правда там, да, это нравится, проходите вы мимо зеркала, да, вот, ну, как-то сегодня прям хорошо выгляжу там, да, или там, всё-таки какой классный цвет волос у меня, как мне нравится, что вот, да, я выбрала именно такой, там, да, или сохранила такой, ну, вот, да, какие-то, какие-то маленькие детали, потому что с этих деталей гораздо легче потом будет вырастить, ну, что-то более основательное, да, какую-то более основательную похвалу, потому что если я всю жизнь себя гнобил, а тут такой, так, нет, всё, с сегодняшнего дня только хвалю, это сложно, сложно претворимо в жизни. Ну, вот, я проходила вот эту вот практику, технику, каждый вечер, ложась спать, я себя хвалила за то, что я сделала сегодня, и, в принципе, это действительно такая очень полезная практика, я долго этим занималась, это было тяжело поначалу, как же так, я ничего не сделала, да, опять же, возвращаясь к синдромам самозванца, но сейчас я как-то уже более, так, хорошо к этому отношусь, спокойно, и, наверное, вот сегодня я себя похвалю за то, что я записала это интервью, да, я думаю, ты тоже себя похвалишь, да, за это интервью, да, потому что... Я постараюсь, да. Я себя точно похвалю, да, вот, да, и тебя похвалю, да, за тебя, да. Кстати, правда, это сложнее, чем ругать, хвалить сложнее, чем ругать, потому что, вот, заметьте, обесценить можно вообще всё, что угодно, вот вообще любого человека, одним, двумя простыми фразами, типа, и что? Да. И что из этого? Ну, подумаешь. Ну, подумаешь, интервью записали, три часа сидели парились, да, 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 дуди, что ли, да, да, ну, 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 вы замнили себя дудями, да, здесь. Это легче легкого, а вот найти ценности, да, это сложнее. Слушай, спасибо тебе огромное, я тебя точно сегодня похвалю, и хвалю сейчас, и хвалю всегда, и я надеюсь, что все, кто будет смотреть это видео, тоже похвалят, и Юлю, и меня. А давай, парень, в комментариях выбрать что-то в себе, за что вы искренне себе благодарны, за что вы готовы себя похвалить и написать это. Да, если вам нравится видео с Юлей Юферовой, оставляйте комментарии и напишите в комментариях, что вы можете себе сегодня похвалить, за что вы можете себя сегодня похвалить. Искренне. Искренне, да. И, конечно же, конечно же, ставьте лайки этому видео, делитесь видео с друзьями, оставляйте комментарии. Хочу выразить благодарность всем своим патронам, вас все больше и больше. Сегодня, кстати, Богдан прислал мне просто, просто на Венома скинул деньги за, и говорит, купи себе, что ты хочешь, Аня. Да, вот, мне очень приятно, очень приятно, что у меня появляется такая поддержка, я прям чувствую и вижу, и да. Ты, правда, делаешь очень полезный контент. Спасибо, вот Юля меня сегодня похвалила, и это меня будет дравить дальше делать такой контент. Да, и, конечно, все ваши лайки, все ваши отзывы, комментарии, мне, конечно, очень сильно дравят двигаться вперед в том, что я делаю. Поэтому, мне кажется, это очень важно. Да, я получаю это кайф, а про цель пока сложно. Спасибо, спасибо, друзья. Спасибо, Аня, за приглашение. Спасибо, все, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok